Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Доказывает кто хозяин Доказали? 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Доказали? Доказали? Доказали Доказали Доказал DimaTorzok вот а для гостей говорят ну вот идите вот вам топорик идите караеда добывайте а потом заодно дров наколите принесете в избу вот так вот по-хитрому хозяевам раздают секреты свои дров много приглашай рыбаков если им караедов надо тебе походу на кровь на коробку чтобы зрение долбили они где попало вот правильно вот так вот у нас добывается караед ну так должны гости конечно в идеале работать я тут быстренько смазалась как женщина не будем мы ее напрягать где наш караедный ход обратно с дровами пойдем переходите речи отойди демоны ушли демоны ушли хотите чтобы я расколола надо вначале мужиков вызвать колон наточить вот вот это что погрызли он колет все не знаю что он там колет у меня ничего не колет дает задание партизанской наточить даже колонну пофиг он не обязательно идеально острым ничего забирай своего малыша собачку заведем домой так вот и выкинул отсюда я положила вон там так зачем это мы на науке приспособу на самобутную штуку у нас есть кусочек щуки мясо сейчас прицепим его к ромничку что-то сюда что-то ее не тащила что-то дело вообще непонятно что она взяла свой первый трофей ты чё душечка рывок не идет послушайте как лось кричит это там в тайге классно это рядом пока Анечка убежала послушаем как лось орет где-то рядом и попьем чайку и и так и как и и и и и и и и даже слышно как мы чайкаем по болоту чай сегодня у нас из чаги и немножко зверобоя мяки и чабреца а еще я добавил конский чай немножко но все по чуть-чуть когда перебарщиваешь колики желтые пока тишина ждем с подхода щуки вот теперь у нас живец есть что аннушка говорит невозможно невозможно вы говорите жипцов ловлю а тут такие лабухи поставки поставим окунечко а а поставили и пойдемте вторую поставим на такого заменим кишки шутка у нас было непонятно теперь мы сюда цепляем окуня не поймаем щуку хорошую сейчас мы ставим вот такую поставушку здесь у нас капроновая веревка грузик хороший поводок и отменный тренинг будем ловить вот на такого окуня на которого я только что поймал так делаем так делаем главная задача одеть тебя на конец и приезжать чтобы щука не тащила вот вот Сильно глубоко я не буду опускать Будем надеяться, что мы ее поставили Ну и пока мы тут рыбачим, что мы поймаем Друзья, у нас сработала постовушка Постовушка сработала Видите? 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 У нас постовушка, друзья, сработала Размотала ее Ее не подсек У нее подсек Да-да-да-да Сейчас 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 Будем потекать Да, мне кажется, она обнялась Сейчас еще пусть не тянет Вот так Первая постовушка Наконец-таки сработала Отменная Супер Четыре сработки И первая щука Красавица Вот такая Это, кажется, трешечка Хорошая трешечка На постовуху Вот такая Супер Ну, ты жупца Надо Супер Ну, ты жупца Надо Еще Короче Давай Вот это, Ваньки Щукенца Тихо 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 Оля Оля Ура Ой, вот это Это монстр Она была Я думала это засеп Я вот поэтому Брошала Вот это монстр А тут оказывается не засеп Оказывается не засеп Она промахнулась Чих, чих, чих Она даже я вот это анечка поймала жалуются гигантно бери руку покажем еще те были зубастые когда мы выловили 2 недели назад не хочет не хочет не хочет показывать стоматолог кому нужен стоматолог смотря на в разы больше покажи рядом ногой пихни ты крупнее поймал на спине чем я на постовушку ну немножко ну грамм на стою да ты красавица вот это анечка вот это рыбачка ловить уметь надо пара на палочку курочки Сейчас мы включаем. У нас на спине не хочет, потому что щеки любовь нет, значит будет ловиться на рукавушке. У нас это ощущение икорка. Сидеть, где у мопса выглядать. Нынче у нас выгул особенный. Берем мопсика, прячем его в лапки-ножки и введем его в клетку. В клетке мы его выпускаем. Анечку тоже вольер, не дай бог, не выскочила. Сейчас две охотничьи собаки принимают его как добычу. А то в тайгу уже хочет опять убежать. А мы что-то их называем демонами. Они вообще очень славные собаки, вообще невероятно славные собаки. Ну вот тут сейчас будет мопчик спокойно, не боясь того, что на него нападут как на кролика. Что он станет за забучей. Прива, да? Выгуляется, погуляет, попрыгает на ножках. Ну что, он лучше становится? У меня что-то он боится. Шестой день. Ну давай. Давай бабушка, гуляй. Пожай гуляй. Все на шестой день. Начало шестого дня нашего отдыха. Здесь это можно назвать отдыхом, экспедицией с приключениями. Но все же, это лучше, чем сидеть на диване. Дубль два. Добыча караедов. Четыре штуки есть. Ура! Нам сегодня повезло. Сейчас я вам покажу, как выглядит караед. Смотрите, какая жучка крутая. Сегодня мы будем с живцом. Виктор Иванович, ты гений? Я маленько опоздала к твоему приходу. Раз. И такой сюрприз. Круг головы. О, нашелся. Пятый. Наша коллекция растет. Пойди, слушай, хватит нам пять штук-то? Нет. Вот так. На раз добыть. Так, не подай. Ты хочешь найти? Даже не думай. Даже не думай, понял? Понял. Ложи обратно все. Даже не думай. Дурак был бы, не думал. Так. Так. Тише, тише, тише. Тише, тише, тише. Вот сколько суеты. Ради какого-то... Вот тут караеды. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас вся поленится. Тихо. Есть? Покажи, 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 как хоть выглядит. Смотрите. О! Где-где, покажи пачку. Вот он. Ага, да-да-да. Вот так. О! Ура! Подымар нашел. Ну возьми еще потеряй. Вот он. Его еще достать бы. А ты сделайся дятлом. Сейчас. Соломку возьму. Покажи эту ручку, как она тут не достается. Ну что ты так быстро? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Круто. Ну все. Вадим и дальше справимся. Так. Так. Рыбу поставить, да. Слушай, будешь заходить домой, там наша собака уже на это. Так. На стремах. Аккуратно его. Поднимай. А как ты не одного нашел, что ли? Ну так я на дурака и рассчитываю. Конечно, не крадет. Видите, я сначала дураков понахожу. Ну да. Короче, гостей занял, да? Для начала караед где-то есть и недалеко. А потом уже можно залазить по губам. Первый признак того, что есть он тут или нету. Ну. Ну. То есть мы его вот так вот, почихунечку. Тоже можно и пропустить. И случайно в печке зажарить, да? Да. Так. Не видно тут, по-моему, должен быть. О! Иди. Покажи, покажи, покажи. Вот он. Ну вот он. Ах, дожди. Дожди, дожди. Ну вот он. Сейчас я сфокусирую. Вот он. А, так ты выключи электроинет. Так. Сбережения тебе не видно просто. Темный экран. Так. Я думаю, суши хватит. Ну сейчас еще одного. Раз уж такая мазь пошла. Делая рыба на него вообще просто. Такую охотку. Ну вообще Пашин будет суши печь хорошо. Так. По-моему, какие-то еще. Конечно, ты ему тут уже предупредил десять раз, что сейчас придешь за ним. Тук-тук. ОМОН. ОМОН. Откройте. Бережа сейчас будем ломать. Не откройте. Сейчас в наручники вас и закуем. Ну просто. Вальдемар сказал потом. Говорит, если что, вырежу интересное. Что? Хрю-хрю. Что, хрю-хрю? Что, хрю-хрю? Вот так вот колят гости дрова. И не только гости. Вот тут должен был сидеть. Но не видно. И вот тут должен был сидеть. Говорит. Все, я устал. Ну что, хватит? Ну, наверное. Хрю-хрю. А ты стоя накали. Хрю-хрю. 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 Не надо снимать вот такую щуку, если она поймается. Да. Вы увидите первый. Ну вот наша добыча. Целый коробок на собирали караедов. Сейчас можно сказать, смело идем на рыбалку. доброе утро друзья шестой день нашего отдыха на рыбалке великолепно с великолепным чувством приехали мы на улице 7 утра мелкий крапывающий дождик сделал анечку удочку для поимки на караэда житцов ну а прежде всего перед тем как начинать кидать спиннинги у нас размотки походу везде походе везде тут смотри даже она чуть-чуть прикрыть капельку палку припали ну посмотрите размотка есть я не вижу что размотана она на месте все рассказываешь наша третья тут все на месте окунь большой тоже размотала утащить утащила косяк косяк побелел унки нашли след по моему там живет бурундук по запаху запах едки отправил аннушку лес собирать я то то не так и это не так вот пойдет час ягоды собирает наши демоны кушать щучьи головы зато с мясом и сыты идем на поиски куда-то ушла наша ягодница время уже пять часов ночи вечера и кто-то кричал кто кричал зачем кричал да нет они это Слава Богу, жила наша Аннушка. Пока мужики развлекались по тайге, Аннушка ягоду собирает. И тут лосишки понарыли, среди стволов деревьев, вдалеке От людей, а ягода-то действительно хороша. Там же тропа. Это не ты кричала случайно час назад? Нет. Ну полчаса назад. Минут десять. Десять назад это ты сейчас мне ответила. Нет. Я тут только десять минут так вот ударила и такая ой сделала и все. Что, педведь не приходил? Ну типа я тут. Понятно. А час назад там? Нет. Нет? Еще? Что тут еще одна Аннушка что ли ягоды собирает? Ну зашли в дом, хозяйки нет. Зашли в дом, хозяйки нет. А хозяйка тут ягоду Мишкину собирает. Молодец. Блин, попадало. Нашли здесь брошенные дрова. Это называется безаладерное брошенное государственное имущество, которое нафиг никому не нужно. И тогда не нужно было. А сейчас оно уже и подавно. Столько леса просто лежит. Сгнившего уже. Тогда при Советском Союзе начальника бы этого леспромхоза, блин. Пристали они бы уже к стеночке поставили. За то что не вывез этот лес. Лес то я вам скажу ни разу не тоненький. Вон деревья какие. Йо-хо-хо. Да. Так у нас разбазаривается все. А мы думаем, что мы хуже живем. И куда ни копнем. В любом хозяйстве. Такой бардак. Там еще одна поляна огромная. А там, я смотрю, еще одна. Вот так вот. Напилить, напилили. Навалить, навалили. И бросили. С одной стороны, пожары уничтожают лес. А с другой стороны, вот такие вот начальники. Которые говорят, да ладно, прикройте мохом. Само сгниет. И никто никому не скажет. А зарплату, наверное, получили все. Еще и премиальные. За своевременную вырубку леса. И вывоз. Эта штука. Работали лесорубы. Лесо, которые свозят его сюда. Трактор, техника. Плюс начальник себе там премию выписал. Говорит, за заслуги перед Отечеством. Вот так вот. Да, Унка? Всю правду говорим, какая есть. Вот такая вот у нас добрая Россия-матушка. Сегодня готовим ужин великолепный. На нас троих пшеная каша. Отменно сваривается. Вот. Скумбрию. Скумбрию сюда в томатном соусе. И чтобы это сдобрить с белками, я сюда положу вот этих вот жучков, личинок. Я думаю, будет великолепно. Всем приятного аппетита. Шел седьмой день отдыха в Таге. Так, ну что у нас сегодня. Семь утра наступило. Погода пасмурная. Мелкий противный дождик. Мы позавтракали. Сейчас выгуливаем где-то мопса. И поедем проверять наши... Забыл, как сказать-то. Ну, короче, поедем на озеро. Что мы там, жерлицы наши летние, поедем проверять. Посмотрим, что мы там наловили. Кого поймали. Анечка пока выгуливает мопсика. Пока нету демонов, лайк. Которые, ого-го, как к нему относятся. Но, тем не менее, отдых идет на славу. Это, конечно, не Мальдивы, не Турция, не Канары. Ну, а с другой стороны, даже где-то и лучше. Отель 5 звезд. Отель 5 звезд, да. Мы уже позавтракали. Вообще все классно было. Уже собрались на рыбалку. Что-то по ягодам. Вот. И тут мы нашли в бочке. С прошлого заезда мужиков недели 4. Короче, заначка. Коралька краковской колбасы. Какие-то там еще вакуумные упаковки с красного и белого. Еще какая-то колбаса. Даже мясные чипсы. Какая там рыбалка. Мы наелись. Во! У меня живот. Во! Короче, надо маленько протрясти, чтобы куда-то пойти. От души. Наелись. Вышел с избы. Лес. Бор. Вернул налево. Болото. Ягода, да. Да. Отошел за забор. Ягода. Короед. В другую сторону. Болото. Третью. Короедов надо сходить. В общем. Как это? Жизнь в деревне, но в тайге. Да. Прогулка. Полезная. Даже велосипед тут когда-то гонял по тайге. С мотоциклом. И с люлькой. Хорошо. Тайге дышится вообще великолепно. Воздух. Курортный. Чистый. Вот те грибочки на один раз растут. Как это говорят, когда воздух там лечебный? Воздух лечебный. Воздух лечебный. В общем, прекрасно. Кедры растут. Слева, справа. Кедр, конечно, вообще замечательно смотрится. Там и большие деревья, и молодые. Вот они подрастают. Лишь бы их не трогали. Смотрите, брусинки нету. Смотри сколько. Да тут ее хватает, Аня. Ты же вчера насобирала пяти литровик. Она уже такая черная, что ее не видно. Он грозит. Потемнело, да? Ага. Вот когда с болота, ну, я за вами ходил в тайгу. Черная прямо. Вот тогда брусинка. Можно? Блин. Ну ладно. А вы себе еще соберете. Кстати, ребята, голубика очень хорошо уталяет влагу. Самая сытная ягода. Но когда идешь, брать нечего. Вот это голубика спасения. Вот это голубика спасения. Пару дней назад. Чувствую, что нужна энергия. Силы нужны. Я так аккуратненько кустики обобрал. Вообще. До единой ягодки. Все съел. Бывают такие кусты, аж прямо синие стоят. Я в жизни такого не видела. Покушаем ягодки. А вот грибы на один раз. Съел? Поганку. Хорошо. Вот такая, знаешь, прям тягучая голубика. Вот развилочка. Направо пойдешь. В Америку придешь. Налево пойдешь. В Москву придешь. А тут останешься. Будешь кайфовать от таежной жизни. Вода прибывает. Неохота рыбик ливать. Ну, время такое. Волшебный закуток. Тут тоже никого. Вальдемар говорит, что распутана жерлица. Распущено точно. у нас щечка попалась покажем почему не ловится нет ни одного зуба они еще все вот внутри вот вылез только один клычок вообще до зубов у нее нет верхние они все время здесь о смотри какой подожди не фокусируется вот так что вот по-моему что-то поймалось и очень серьезно сейчас будем потекать красотка вот только поставил и щучка отлично нашли мы новое место где вроде бы щука ходит притащили три поставушки потому что я только что друзья вытащил хороших экземпляров вот это поменьше я на поставушку вытащил а вот эту огромную только что на спиннинг вытащил обалдеть вот это вот это хорошая мамка классно сейчас анечка несет цепи бомбасы мы будем рыбачить здесь как уж это серьезно такую щуку она не опасна еще раз повторимся эта штука не опасна для человека этот кусок можно вот так вот вырезать отдать собакам вот но самое главное вот эту щуку нет ни в коем случае не бросайте возле водоемов то есть это распространяется заражает со страшной скоростью так что так что болеет болеет все но это суши по зубасти это видать уже откуда-то вон шла вот смотрите может быть видишь та которая местная здесь щука так это не местно это спортивно видишь она поэтому может маленько раньше стала менять исключено поэтому сейчас будет брать что скатывается так что не получается достать так вот 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Друзья, вот это Аня достала. Вот это достала. Вот это молодец. Ну да, вот это пятеро, наверное, ну четыре с половиной, скорее всего. Ох, как она тут сейчас путает, ты не мою запутала. В общем, тебе распутывать. Сейчас будем распутывать. Ага. Обалдеть. Да, вот это, 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 слушай, то, что стоило. Ну, дорогие неклёвные вообще. Так, ну давай, помоги разобраться. Вот это был поклёв. Вот это хороший поклёв. Так, а как твоё ещё мы запутали? Я думаю, её надо оглушить, потому что она там намотала. Осторожно. Осторожно, Аня. Осторожно, сейчас, осторожно. Сейчас её размысаем. У меня даже весы есть. Я взял по случаю. Вот такая девка. Ух, хорошая. Ну, давай, красотка, проспи. Дай хоть побежать в красотку. Ох, на спинник. Кланечка взяла на спинник. Вот это да. Мощь вот такая. Тоже беззубая. Да, это четыре с лишним, а то и пять. Таких мы зимой валили. О, тихо, тихо, тихо. О, есть, есть. Блин, за что? Вот такой. Здесь очень крупная ягода. Прям, кладезь витаминов. вот такой у нас сегодня улог самую крупную помыл анюта и самую мелкую я среднячок ну тоже чуть не меньше моя просто чуть-чуть худее да да худенькая а твоя жирненькая там и корочки будет сегодня будем сегодня опять пировать пировать будем так что-то наши жирницы молчат сегодня поэтому не буду собирать видишь потому что сыра да и хорошо какое счастье дайте ну-ка я не похвастайся своими трудами многие зададутся вопросом не знающие особенности таких озер почему под нами земля калыш это сплывни вода уменьшается в озерах ну и мох с клюквой с брусникой со всеми кустиками нарастает местная дрова и вот получается они всплывают над водой и под ними ходишь под ними вода неизвестно там сколько может метр полтора два так это озеро очень глубокое здесь некоторых местах до 9 метров доходит мы его обхаживаем со всех сторон там где возле кувшинок нынче пока не ловится почему-то на жир лицами на спине вот здесь на входе в речку я попьем чай сегодня сделали малиновые веточки конский чай чага по моему один пакетик чая он такой чем получился насыщенный темный попробуем и больше ничего и по моему одну маленькую ложечку сахара положил для вкусовой чай фирменный вальданна но с такими щучками рядом посидеть да попить чаёк хочешь не попить то можно сказать на сегодня рыбалка удалось а кстати ты про себя то думала что ты поймаешь сегодня большую рыбу а про меня ну-ка поковыряйся про меня чем-нибудь подумай там я не знаю я уже сейчас ложу я уже за тебя не устанавливаю у меня все уже пустота в руках а про меня Сейчас смотрю, видно тебя, не видно Пусть, 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 я ее пока не пугаю Хороша, хороша, давай, давай Не вытащи его, еще больше Еще больше Вот это еще больше Все, да, понял? Да, вообще, блин Адреналина Что солим, блин Кто про что, я, блин Слушай, вот такие Чем крупнее, тем легче Вытаркиваются, видишь? Да, да, друзья Вы не поверите, это ощущение На рынок сходил, да? Да, да Вот это, видишь, 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 маленько пошел Смотри, какая змея Да, подожди Распутай ее Иди туда, смей, да Тихо, тихо, чай мой Тихо, тихо, тихо Не, такая же, как у тебя Тихо, не топчись О, иди Ты встал на цевье Хоть смотри, куда ходишь Красава пуска На спине Иди ты Чтоб палку не выдернуло Да может выдернуть палку Потом ты будешь плавать По умерам Так, у нас еще одна сработка Затянуло хорошо Мы сейчас помотаем, помотаем, помотаем Папа, иди сюда, брось свою ягоду Идет продолжает Купаться Да У нас мотает, иди сюда Камера Пускай Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сорвало, 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 сорвало ту Быстрей, иди палку держи Иди, держи палку, палку держи Просто попробуй резко подсекли Ну ничего страшного Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Анюта! Анют! Билет нужен!